Всем привет! Искусственный интеллект, диагностирующий рак, новая материковая теория и исследование крупнейшей катастрофы на Земле. Подробности далее в программе новости науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире. Исследователи из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса разработали технику, в ходе которой искусственный интеллект неинвазивными методами изучает образцы человеческой крови и может диагностировать рак. Искусственный интеллект способен не только значительно снизить время и количество энергии, нужные для постановки диагноза, но и значительно повысить точность диагноза. Так как эта техника способна идентифицировать раковые клетки, которые иначе ускользнули бы от внимания врачей, она также может помочь лучше понять мутации, приводящие к раку, и таким образом создать новые возможности для его лечения. А в России, Сибирь и Северная Америка составляли общий континент протерозои. К такому выводу пришли в Институте земной коры Сибирского отделения РАН. Специалисты установили, что маркером идентичности двух исследуемых материков могут быть базальтовые магматические извержения, которые занимают миллионы квадратных километров и состоят из вулканических пород. Исследование показало, что их возраст, состав и палеомагнитные характеристики и в Сибири, и в Северной Америке с точностью совпадают. Таким образом, ученые пришли к выводу, что сибирско-американский континент был своеобразным ядром, вокруг которого сформировались два декембрийских суперконтинента – Родиния и Нуна. И напоследок в Татарстане. Во время пермского вымирания, произошедшего на нашей планете, 252 миллиона лет назад погибло 90% всех животных и растений. Заведующий кафедрой палеонтологии и стратеграфии Казанского федерального университета Владимир Силантьев полагает, что причиной катастрофы послужило резкое усиление тектонической активности в Сибири. В данный момент палеонтологи КФУ проводят сканирующую микроскопию и рентгеновскую томографию материалов, добытых в полевых экспедициях. После реконструирования биосферной обстановки, которая была на Земле 252 миллиона лет назад, можно будет предсказать, что ждет нашу планету в будущем. А на этом все. Продолжение следует...